С командой Ниндзи в пижамах против Тим Тинкер. Это нижняя сетка, поэтому кто проиграл, тому, собственно, под зад и до следующего сезона. Увидимся позже. На данный момент Ниндзи в пижамах и Тим Тинкер вылетели в сетку лузеров, поэтому права на ошибку ни у одной, ни у другой команды нет. Ну, фактически оно, конечно, есть. Все-таки катка не Best of One, а Best of Three. Есть вариант втерпеть в одной катке, а потом собраться и две другие выиграть. Либо проиграть две подряд, там уже как ребята между собой решат. Ну что, коллективы встретились, в принципе, близки где-то по скиллу. Ниндзи в пижамах все-таки в моем личном рейтинге здесь аутсайдеры. Тим Тинкер немного посильнее, мне кажется, и по составу, и по сыгранности, и вообще по универсальности игроков. У Ниндзи в пижамах, как по мне, немножко закостенелый составчик и стиль игры. Ну, опять же, если будет какая-то стандартная дота, то Ниндзи в пижамах, я думаю, наваляют смело Тинкерам. Это не проблема. А судя по пику команды Тим Тинкер, тут будет стандартная дота. Никаких выдумок, классический пик. Хорошо, что избавились у нас от тролльварлорда, а то поташнивает от него уже. Ну, в любом случае, мета небольшая. В современной доте никто не собирается никакие выдумки в жизнь воплощать. Все играют стандартными, там, 35-ю максимум героями, тасуют их местами и делят между собой. Дота перестала быть какой-то новинкой по вопросам пиков, и редкие команды чем-то могут обрадовать. Ну, у Ниндзи в пижамах, собственно, последний пик, и я вам точно говорю, будет какой-то очередной... Очередной, я даже не знаю, кто Даззл у нас в бане. Ну, Вичдоктор, наверное, будет. Хотя, а, у Флейнера нет, у Флейнера нет, Бристлбека у нас нет в бане, значит, будет Брист или, например, Магнус. Возможно, подрассказ. Было бы неплохо, конечно, взять на сложную, например, Йонасу Фанну Энигму, и там подрассказ Шадоу Финда и Лина со всеми ее скилами, и Скайрос Маг вместе со своим Мистик Флеером. Это все было бы здорово, но не думаю, что Ниндзи у нас рискнут. А вот Магнуса можно, в принципе, и взять. По данной страте, под... а у ее ульты смело заходил бы. Ну, глянем. Время еще есть, еще целая минута у Хендскина. Ну, думаю, скорее номинально у Эры, подумать, кто здесь будет пятым. По составу команды Тинкер. Феникс. Есть вариант, что отправится у нас в саппорте Тякса на сложную, мне так кажется. Джаггер с Леоном пойдут в легкую фармить. Ну, а Темплар Ассасин куда еще деваться? Темплар Ассасин у нас пойдет под руководством Койквы на мидлейн ковыряться с ССФом. А ССФ, скорее всего, возьмет у нас Лимб. Но для Эры персонажа тоже, по сути, нет. Хотя в сложную тоже некого отправлять. Скорее всего, для Эры здесь Лина, и Лина будет у нас фармить. Фармить в легком лайне. В принципе, персонаж универсальный, поэтому можно и на мидлейн отправить ее. Но ССФ, мне кажется, сложновато будет против Феникса, Акса, Леона. Кого не поставь, ССФ мягковат по началу. А у Лины и Рэндж подлиннее и раскастовать можно. Это все попроще, поточнее. Добро пожаловать. Подслушали, ребята, стрим. Услышали мой совет, мои надежды и чаяния. Спасибо большое, ниндзи в пижамах. Йонасон Фан берет Энигму все-таки. Я думаю, на сложный лейн, либо отправиться в собственный лес, если вдруг на сложном не понравится. На сложной линии не понравится Энигме. В любом случае ждем крутейший рассказ. Тут есть чем напихать в этот Black Hole. Главное поймать. Потому что видал я Энигм, которые за всю игру то деревья там втягивают. Я понимаю, что это антиматерия, темная дыра. И по всем законам физики, да и всем остальным законам туда, по идее, должно втягиваться все. Но ставить Black Hole на деревья, такое было неоднократно. Наблюдал я и от европейских коллективов, и от СНГ коллективов. То крипы, то деревья, то просто вода из реки, то руна какая-нибудь. Короче, страх, что творится у нас с Black Hole. Надеюсь, Йонасон Фан не в этом. Амплуа у нас будет сегодня. По героям сейчас сразу разберемся. Так я исправлю свою испорченную доту. Все, в принципе, мы готовы уже к касту. Давайте сразу по составу. Пайлайдай будет у нас играть на Фениксе. Койква на Темплар Ассасин. Пинг Панда будет играть на Леоне. Флоу будет на Аксе. И Блэк играет на Джаггернауте. Со стороны команды Ниндзи в пижамах. Они же Ниб Хэнскин забирают себе Скайрос Мага. Алим будет играть на Лине Силкит. На Венжфул Спирит Эра забирает все-таки в Шадоу Финда себе. И Йонасон Фан играет на Энигме. И значит, СФ отправится у нас в легкую. И с другой стороны, ничего это может и не значить. Эра тоже у нас неоднократно брал на себя ответственность. Пёр в мид. Периодически, конечно, там сливал. Но это его личное дело. Что, в принципе, можем начинать. Одну секундочку. Да, всё, в принципе, готово. Что, пожелаем командам удачи. Право на ошибку есть. И оно всего лишь... Собственно, ошибка может быть одна, не более. Только одну катку можно слить команде. И вторая слитая катка означает, что играть в этом сезоне ESL One команда оканчивает. Поэтому пожелаем удачи каждой из команд. И будем надеяться, что будет поменьше корявых Блэкхоллов. Тут в центре моего внимания Йонасон Фан. А кто в центре моего внимания, тот, собственно, будет и в центре вашего внимания. Потому что ха-ха-ха, камерой управляю я. И вам теперь смотреть всё, что я покажу. Йонасон Фан отправился на сложную. И пока что никто к нему не подходит. Команда NIP не решилась идти во вражеский лес. До первой минуты все сплотились вокруг топ-руны. Здесь в одиночестве вообще стоит Пайлайдай. Забрать руну вряд ли он сможет. Через Икарус Дайв тоже. Не думаю, что рисковать будет Феникс. Всё-таки здесь есть Венжи Фулл Спирит. И на лету поймать Феникса. Ну, не такая уж, короче говоря, не высшая математика для силки, да и для любого профессионального игрока. Я помню, как раньше криком кричал, когда кто-то на Икарус Дайве, например, пролетал. Его в хекс ловили или встанили. Или как-то попадали вообще по нему, что сразу же дизейблили этого героя. И думал, что это так круто. А потом посмотрел, 104% всех героев и всех игроков профессиональных команд именно так и делают. Это, оказывается, несложно. Но кто же знал, что Дота не такая сложная игра. Лина отправляется фармить на топ-лейн. Ну, талисман есть. Танго свои и чужие танго тоже у неё. Силкид будет саппортить Лину на топ-лейне. Хэнд Скин будет заниматься сейчас спамом по Койкве всем, чем только есть. У Койквы есть рефракшн, но заставят как минимум без маны остаться Темплар Ассасин на ранних левелах. И Эра спокойно здесь своё должен выформить. Опять же, для Хэнд Скина это вообще не проблема. Тут 5 секунд всего КД Аркан Болта, поэтому можно спамить, но он стоп. Маны требует не так много и Монопул примерно большой у Скоросмага на ранних минутах. Так что Хэнд Скин, думаю, Эре прилично здесь поможет. Но это стандартная комба, когда выходит Скоросмаг. Больше всех, кстати, от такого саппортинга страдает Снайпер. Если со стороны соперника есть Снайпер, Снайпер без ХП стоит уже на 30 секунде. И очень часто я видел, как в соло вообще Скоросмаги унижают Снайпера, пока Мейн Керри на мидлейне фармит, и всё у него получается великолепно. Йонасом Фан против Блэка. Уже у нас. У Йонасом Фана 3 на 2, у Блэка 3 на 1. Блэк известный, фармила, но у Йонасом Фан комфортная ситуация. Здесь крипы как раз под Т1 командой НИП, значит, можно и Энигмия нормально себя чувствовать. Здесь хороводы с крипами водит по лесу Леон, поэтому не удивляйтесь. Крипы идут прямо по Тавр, и Блэку придётся хорошенько поднатужиться, чтобы их здесь добить за Денайт. Хэнскин отправляется на топ лей. И будут гонять здесь Акс. По лайнам, в принципе, я угадал. Феникс у нас вместе с Аксом. Феникс саппортит Акса на топ лейне. Флоу занимается здесь фармом. Ну а здесь Леон саппортит Джиггернаута на нижнем лине. Но это было не так сложно угадать, но бывали моменты, когда и такое не угадывалось. Пинг Панда на Леоне уже с тапком. В принципе, если выходить кого-то где-то ганкать на ранних лвелах, то, в общем-то, нормальная боевая единица у нас Леон. У Темплар Ассасин только Боттл. Больше пока... Больше пока ничего нет в этом билде. Правда, Курьер уже несёт у нас койки Бутсов Спид. ФБ пока ещё не пахло на карте. Ребята контролят руны, что с одной... Что с одной стороны, что с другой. Ну и... Пока что драться никто не собирался. Койку пытаются здесь загнать. В принципе, рефракшн есть, но это, опять же, до поры до времени. Если... Так, у нас Акс на лоу ХП. Где ты? Акс у нас в лесу решил нервы мне потрепать. В принципе, живой. Блэк уже к Т1 подошёл. В принципе, без стеснения какого-то. Ну, Блейд Фьюри есть. Зацепить Блэка не так просто. Третий левел уже Блэк практически четвёртый. За Хэнскином погоня. Пинк Панду замедлили. И Флоу будет пытаться поймать здесь Хэнскина. Берсеркер... Берсеркер Коул есть здесь. И загрель на себя Хэнскина. Сюда же у нас Хекс. Ну и, скорее всего, Скайросмага не отпустят. Пинк Панда. Первый фраг для саппорта команды Тим Тинкер. Ну и Эрона получал у нас от Койквы. В это время развалили его друга на нижнем... На нижней руне Скайросмаг. Ну и только Хэнскин там начал плыть у нас на нижней руне по ХП проседать. Койква понял, что самое время СФ умстить. Ну и развалил СФа почти полностью. Феникс за силкидом. По фрагам, по крипам точнее. На первом месте у нас Лина. Лимп на ней отыгрывает. Совсем немного. Да вообще, в принципе, по золоту всего достаточно. У лимпа можно приобретать себе... Бутс... ПТ. Вот на втором месте Эра. 16 на 6. Ну и 17 на 3 у нас Джеггернаут. Вырывается вперед, обгоняет Эру. Ну и немножко уступает лимпу на топ-лейне. Но Йонусомфан на линии. Поэтому крипы, которые отображаются у нас в списке крипстатов, в общем-то, реальные вполне не так, как обычно привыкли все считать, что если там 80 крипов у Йонусомфана, то это делится там на 2 или на 2,5, потому что где-то он каких-то лесных бичей разваливал, и они там по 5 копеек за пучок. То есть, как бы и не считаются. Здесь все считается. В принципе, по Нетворцу можем посмотреть. У нас Энигма на пятом месте по Нетворцу. Все, в принципе, у Йонусомфана в порядке. Всех саппортов обогнал. То есть, как будто и не саппорт Энигма. Уэры на мид-лейне. 20 на 7. 19 на 6 Койква. Где в это время находится Акс? Акс занимается здесь фармом мультиспаунов. Так, погнали у нас Койкву. Здесь уже Венжфул Спирит. Надо просто просветить Койкву. И пошел бестант. Флоу. Агрит на себя Силкида. Ну и попытаются здесь забрать Флоу еще, наверное. Нет, Дальний не дает Эра. Скайросмаг на лоу ХП. Хэнскин опять проседает по ХП. Правда, остается живым. Ну и проблемы начинаются у Эры, как мне кажется. Просто расфидели у нас Темплар Ассасин. 6-й левел для Койква уже имеется. Денег тоже навалом. Поэтому... Поэтому СФ будет терпеть. И сейчас, если тот же Хэнскин подойдет с одного Мэлда и двух ударов, я думаю, Койква развалит Скайросмага, даже не спросят, как его зовут. Опять же, тапка нет у Скайросмага. Убегать от Темплар Ассасин практически невозможно будет для него. Тем более, там уже должны лететь... Нет, не фазы, но ПТ все равно лучше, чем вообще отсутствие тапка на Скайросмаге. Ну и Скайросмаг второго левела у Койквы уже практически седьмой. Все, седьмой левел для Темплар Ассасин. Рефракшн четвертого левела. Попробуй теперь хоть что-то с ней сделай. Шестая минута, седьмой левел. Все, в принципе, нормально и в порядке. У СФа пока только шестой. Requiem of Soul мы с вами, я думаю, до девятого не увидим, поэтому и каких-то масс-файтов, раскастов от СФа ждать не придется. Йонасом Фан практически уже с Блэкхолм совсем чуть-чуть осталось на фармите. Вот правда, бить в Блэкхолм нечем. Второго левела Скайросмаг так. Темплар Ассасин у нас с Эру развалила, и Лим пришел сюда помочь своему тиммейту. Ничем вообще не помог. Эра бедняга поплыл. Ну, то, о чем я говорю. На мидлейне, во-первых, Темпларка посильнее, а во-вторых, мне Койква кажется поувереннее, более уверенным мидером, чем Эра. При том, что это еще не стандартная позиция для Эры. Обыкновенно он исполняет у нас роль, играет роль мейнкерри. Ну, Блэк здесь без проблем. Скайросмагом разобрался. 4-0. Команда Тинкер пока что просто наказывает своих оппонентов. У них 2 тысячи, даже 2 с половиной преимущества по Экспире, по золоту и по Экспире 1300 тоже в пользу мультинационального коллектива. У Темпларки 1000 на руках. Первый Нетворс на карте для Койква. На втором месте Блэк. У него 3400 на третьем Лимб. У Лимба... У Лимба 3200 насобиралась. Ну и... По артефактам пока ничего особенного, но ПТ, Нулталисман, Боттл уже имеется. И 700 еще на руках. Ну что, Павелодай пытаются здесь поймать. Лайт Страйк Эррей, Драгон Слейб и Лагуна Блейд на дорожку. Отправили первую посылку у нас со стороны команды Тим Тинкер под фонтан. Игроки команды Нипов. Ну, хоть как-то открыли эту невезучую шкатулку. 4-1 становится счет. Вот, в общем-то, уже... Уже лучше для Нипов, чем все начиналось. 2000 по золоту проигрывают по-прежнему Нипы, по XP. Они всего 500 уступают своим оппонентам. Пинг Панда под Малифейсом гонят его. Ну, Пинг Панда должен выживать. Подкоп здесь по Йонасу Фану. Здесь еще и Эйдолоны как специально просто месят Акса. Крутят его, и Акс здесь лезгинку пляшет. Развалили в итоге. Йонасу Фану. Сам себя фактически убил. Зачем Эйдолонами надо было пинать Акса? Непонятно. То, что они не попали, по-моему, в площадь агро, это 100%. Ну, мне так кажется. Где-то Йонасу Фан недоконтролил или... Ну, возможно, и все-таки загорелись на него. Ладно, это уже... Это уже история. У СФа появляется Сейдж Маск. Это означает только одно. Эра у нас готовится выйти в Ю. Эра у нас готовится стать мамой. Эра у нас готовится выйти в Ю. Дальше увидим... Ну, я стандартный, в принципе, скилл... Этем билд для СФа. Еул, даггер. Где-то может быть, если все будет нормально по фарму. Но в это слабо верю. СФ у нас уже на третьей позиции. Так вот, если все будет нормально, то может СФ даже и Мекку где-то насобирает. Еще раз поймали Феникса. 5-2. Такие фраги пропускать нельзя. Но я пропустил. Бывает. 5-2 счет. По золоту ТТ выигрывают. 2000 по экспе НИПы. Немножко впереди, но там где-то 100... Поинтов экспириенса практически одинаково идут обе команды. Собственно, улт тинкеров необходимы. Ульты есть. Это ульт Акса, это ульт Джаггернаута, ну и это, скорее всего, супернова от Пайлайдая. Да, это все необходимо. Да, конечно, идеально будет, когда готов уже будет Фингер оф Дес Леона. Тогда, в принципе, драться ТТ должны начать. Но вообще сейчас функциональный, конечно, набор ультов, набор скиллов. Команда Тинкер должна поувереннее себя чувствовать в файт. Койква. Под рефракшеном. Решил в обратную сторону развернуть этот файт. Развалил. Здесь очень быстро Скайра Смага. Вы видели. Один удар из Мелда и два удара, там полтора вообще удара. И нет у нас хендскина. В третий раз уже умирает Скайра Смаг. И у Койквы 3-0-0. Киллинг спри подарили у нас мидеру команды Тинкер. И это явно лишнее, потому что Нипы могут просто в скором времени не вывести. Весь тот дэмэдж, который Темплар Ассасин на них вылит. 2-850 на руках у Койквы на 10-й минуте. То есть вообще можно забить на все эти даггеры и сразу выйти, например, в дезолятор. Если дезоль где-то до 13-й минуты появится, ну ладно, ладно, ладно. Даггер так даггер. Кто фармил, тот и заказывает артефакты. В любом случае, если сейчас пойдет у нас все нормально для Койквы и фраги польются рекой, то, конечно, дезолятор будет великолепным решением. Для Темплар Ассасин здесь, несмотря на то, что ребята грозные все в составе Нип, в любом случае, практически все герои мягкие. Лину можно разваливать вообще без вопросов. То же самое здесь, в принципе, с Хэндскином. Он вообще не жилец. Тут Скайросмак 4-го левела. Понятное дело, что это печаль команды NIP. Ну, где-то есть и покрепче ребята. Вот, например, Йонасом Фану, у которого будет Мека. Ну, в любом случае, саппорты и хлипенькие керри, такие как Лимб на линии, те будут разваливаться от Дезоля за полтора удара. Поэтому, я думаю, что Койкве стоит об этом задуматься. У Акса появляется Даггер. Ну, вот я говорил, что ульты есть уже и все скиллы необходимые есть. Есть еще и мейн-артефакты для таких героев, как Акс и Темплар Ассасин. Есть Даггер. Это значит, что можно не ждать, когда под тебя дадут Блэк Холла, а самостоятельно врываться. У Лины появляется Ю. Окей, это все отлично. У Блэка уже есть фейсбуцы, есть Мом, Рингов Аквила, Стаут Шилд. И у Джаггера еще 1200 сверху. Со стороны команды Тинкер. Давайте дальше посмотрим. Темплар Ассасин 1200 после Блинг Даггера. Потом на сдачу 800 оставалось. Эра готовится ультануть под Койкву. Ульта пошла вся в рефракшн, демеджа никакого. Ну и что? Койкву назад вернули каким-то образом. Как это вообще получилось? А, это Силкит у нас с Койкву вернул. Конечно. Разорвали СФ-а. Темплар Ассасин тоже отправляется в таверну. Ну и Пайлай Дай готовится у нас дать Блэк Холл Йонасом Фан. Блэк Холл по троим. Куда же ты, Пайлай Дай, пришел? Флоу на лоу хп. Хэнскин должен его добивать. В итоге Акса доковыряли. Не удалось подхилить. И Хэнскин в этом файте выживает. Что просто удивительно. И Блэка пытаются поймать. Лагуна Блэйд у нас с Джаггернаутом. Минус 3 делает команда НИП. Но это, по-моему, нереальный вообще. Сейчас Файт 3 Кап нам покажет. Нереальный буст для команды НИП. Ну, 3200 по опыту. 945 по золоту они поднимают в этом файте. Во-первых, убили больше. А во-вторых, и герои команды Тинкер подороже будут. С другой стороны, обратите внимание на Нетворс. На первом месте у нас Лимб. На Лине у него 6700 и 6100 у Эр. То есть с Койквой сравнялись. Несмотря на то, что там был Киллинг Спри. Но Эр опять же забрал очень важный фраг. Забрал Койкву и поимел с него прилично так золотишко. Есть у СФ уже Еул. Есть также Еул у Лины. Ну и ждем Даггер. Лина готовится. Ой, какая Темпларочка, бедняжка. Куда же она приземлится? Приземляется у нас Темплар Ассасин. Прям под Мистик Флеер должны разваливать. Думаю, с руки здесь добьют. Мелт очень нескоро. Ах, срывается и все абсолютно меняется. Койква провязал рефракшн. Ну и развалили быстрейшим вообще образом у нас. Что Хэнскина, что Лимпа. Вот такая Темплар Ассасин. Юзает рефракшн, если... Да, you kidding me. Так и есть. Так и есть. Не все хорошо случилось для команды НИП. Думаю, Хэнскин здесь вообще недоволен. Ситуация Эра готовится здесь подраться. Но Эре лучше бы бежать отсюда. Опять же, на лоу ХП Эра. У Койква есть трэпы, есть даггер. Эра разваливается. Это Койква у нас не пошел еще в дезолятор. Был бы дезолятор, было бы на три удара меньше. 12-5. Не пы плывут вообще в неизвестном направлении. Сэф умирает, умирает Лина. Это вообще-то наиболее ценные и важные игроки в составе команды НИП. И как такой Койква их вообще не чувствует. Флоу, агрид на себя у нас лимпа. Ну и здесь Темплара Сасси. Недалеко. Лоу ХП, конечно, но здесь рефракшн. Лоу ХП не решает. Хотя, с другой стороны, рефракшн и Мистик Флеера можно сбить. Флоу. Агрид на себя Силкида, задувает в него лимп. И это даблкил у нас для Лины. Пинг Панда. Пытается поймать Силкида. Йонсом Фан уже близко, поэтому можно забирать здесь еще и Леона. Мекку, Юзайд и Нигма. И что? Команда НИП нашли чем ответить. Три в ноль подрались. И на ровном месте. Две пятьсот по золоту графики в свою сторону поворачивает. И две восемьсот по экспириенсу выигрывает команда НИП в данном файте. Ну что, в итоге забрали Тауэр игроки команды НИП. Забрали первый Т1 по топ-лейну в миду. И на нижнем лине тоже все Тауэра, в принципе, у команды Тинкер стоят. Ну и потеряли НИП свой Тауэр на сложной для себя линии. Хотя и вверху, да, отвалился у нас Тауэр. Короче говоря, выигрывают Тинкера по Тауэрам 2-1. Феникса стараются здесь загнать. Силкит просветил Пайлайдая. Будет ли высвапывать Силкит? Нет, Пайлайдая и так должны ловить стан в него. Ну и очень быстро забирают саппорта команды Тим Тинкер. Счет становится 12-9. И НИПы знают, чем отвечать. НИПы проигрывали три с копейками по золоту. Уже где-то к тысяче приближаются. Ну и по Экспи НИПы полторы тысячи опережают своих оппонентов. В это время Роха падает для команды Тинкер. Койква забирает у нас Эйджис и Блэк. А Блэк уходит в фармитеншентов. Блэку главное деньги. Ему плевать на то, сколько раз он будет умирать и сколько раз будет оживать. Яша есть, Фейсбуцы есть, Масков Мэднес, Ринков Аквила. Всего, в принципе, у Блэка достаточно. Файт на мидлейне. Задули флоу Лагуна Блэйдом. Лимб уже забирает, зарабатывает Доминейтинг Стрик. И, внимание, у нас Лина собирает Шадоу Блэйд. Удивительное рядом. Никаких даггеров. Просто подходят в инвизи. Ну, пожалуйста, вам и дэмэдж туда. И немножечко статов дает у нас Шадоу Блэйд. Поэтому решила вот таким образом решить вопрос своего приближения. Подходит к Блэку. Под ноги Лайт Страйк Эррей. Ну и что? Блэк моментально у нас развалился. Вообще, как дважды два. Вот, пожалуйста, вам Шадоу Блэйд. А я думал червить. Не пришлось юзать Юл. Ждать, пока Блэк у нас Блэйд Фьюри проюзает. А потом думает, добью я его, не добью. Темплер Ассасин. В это время забирают Энигму на мидлейне. Где Койква такой наглый находится? Койква в мидлейне. По золоту. Две с половиной Тим Тинкер. По экспириенсу полторы тысячи Нипы. На нижнем Лайне Эра. Немножко обнаглел. Сюда приходит Пайлай Дай. В принципе, для Эры это не страшно. Недалеко. Совсем недалеко. Находится Силкит. Если что, и высвапнуть, и подстанет Пайлай Дай. В Экарус Дайве даже можно. БКБ появляется для Койква. Ждем. Ждем врывов на нижний Лайн. Сюда уже бежит Койква. У него есть Даггер. У него есть БКБ. Я думаю, огромное желание наковырять Эру здесь. Тоже имеется у нас. Ну и сейчас Койква встретится. Нет. В другую сторону пошел Койква. Видит его Лимб. В инвизе Лимб. Еще и это руна. Не Шадоу Блейд, а просто руна. Можно раскастоваться и уйти в собственный инвиз. Ну и Пайлай Дайв пытается отсюда убежать. Лимб готов. Под ноги. Лайт Страйк Эрой. Сразу же Драгон Слейв. И это Unstoppable для Лимба. Просто фулл раскаст от Лины. Это минус один в составе команды Тим Тинкер. Всех и каждого, кроме, конечно же, Темплар Ассасин. Которая помимо рефракшена теперь есть БКБ. Если в Юл поднимаешь у нас Темпларку, то это совершенно ничего не решает. Разве что Лагуна Блейд будет проходить, когда будет Аганим готов у Лимба. Но он уже на верном пути полторы тысячи остается. А так и Стан, и Драгон Слейв. Все это в принципе фиолетово абсолютно на Темпларке. Она уже себя от данной комбинации обезопасила. Вообще давайте по артефактам пробежимся. Что там по фармящим героям? У Нипов Эра уже насобирал себе Юл. Есть у него Даггер. Также Лингов Аквила, ПТ и Боттл. У Лины, на которой играет Лимб у нас, мы уже видели Юл и видели Шадоу Блейд. И в принципе до Аганима остается тысяча... Где-то тысяча сто, наверное, да? Так и есть. Тысяча сто еще Лине насобирает до Аганима. Но Венжи Фулл Спирит, Транквил Буци, это уже неплохо для нее. У СФа видели. И Йонасу Фан с Меккой, с Медальоном, Сол Ринг и Виталити Бустер для Энигбы. Боюсь даже спросить, что это будет. Ну что, у нас на лоу ХП здесь Сил Кид. Койква разваливает Сил Кида. Всех ковыряют у нас. Никто не ковыряет у нас Феникса. Пайл Эдай просто раскастовывает ульт. И благодаря Феникс Сану забирает еще одного игрока команды Тинкер. Забрали СФа и это очень важно. СФ у нас перемещается на четвертое место по Нетворсу. Топ до сих пор держит Лимб. На линии у него все великолепно. У него 9-1-2 КДА. Поэтому команда НИП еще кое-как держится у нас по золоту. Да, они проигрывают 2 с копейками. Что по золоту? Нет, по Экспе НИП и выигрывают. А по золоту 2-500 проигрывают. Могли бы проигрывать больше, если бы не так выразительно играл здесь Лимб. Который, в принципе, всю команду за уши у нас и тянет. 9-1-2 у него. Ну, понимаете, да, из 13 фрагов, которые НИПы сделали, 11 с участием Лимбай. 9 лично на его счету. Лимб в инвизии. Под Блэка, но тут под фейсбуцами попробуй поймай Блэка. Джаггер у нас без БКБ пока что. Но я думаю, это вопрос времени. Даже Джаггер, у которого есть Блэйд Фьюри, тут, скорее всего, придется собирать... Собирать Блэк Кинг Бар. Потому что рассказ, конечно, чудовищный. Куда, интересно, Юнусом Фанна с Виталити Бустером собрался? Я не могу особенно понять, то ли это будет... Ну, есть Сол Ринг, может быть, это будет Бладстоун для Юнусом Фанна. Но тогда это вообще легкая наркомания. Возможно, это будет Ротто Фатос. Тоже нелепость. Ну, не вангвардже это, не знаю. Ну, а что тогда? Тараску не вариант вообще собирать. Короче, ладно. Есть и есть. Возможно, просто подсейвить себя по ХП. Пока были деньги, купил. Флоу агрит на себя Эру. Эра должен был бить здесь Фениксан. В итоге Эра отсюда убегает и, скорее всего, попадет под раскаст Эра на лоу ХП. И Койк побежит за ним и нормально наваливает по Эре. Еще один удар. Эра должен здесь догорать. Эра разваливается. Койк забирает еще один фраг для себя. 8-2 идет у нас мидер команды Тим Тинкер. А со стороны команды НИП погибает СФ. Мидера ниндзей в пижамах гнобят просто как последнего саппорта. 4 тысячи проигрывает команда ниндзей в пижамах. И полторы по ХП также для Тинкер. Силкид беднянга по-прежнему без артефактов здесь. Транквил бутсы есть, ворды и все. И больше ничего. Джаггер в это время лимпа забирает. Где это все происходит? Это все происходит у нас на реке. Что же я за человек такой, а? Как только убивают у нас рыжую женщину, я никогда не смотрю на это. Странно уже. Который фраг подряд я пропустил? Может вечером? Может просто не прет? Ну что? Готов Йонасом Фан дать Блэк Холл. Сразу же подкоп у нас со спины от Пинк Панды. И просто в спину вообще вставил подкоп. И Йонасом Фан на лог ХП отсюда убегает. Силкид его высвапывает. Койква решил с кем-то подраться. Бэк Абэ изоит Койква. Дальше за Эрой. И опять Пинк Панды. Катился подкоп. И скорее всего потеряет здесь еще Эру. Дезолятор у нас у Койква уже имеется. Только-только Курьер его принес. И начинается беда для команды НИП. Силкида будут ловить. Через 2 секунды будет Даггер. И Койква прыгнет. И Силкид будет мертвым. Мелт и Удар. И так будет с каждым Мелт, Удар, Удар. И собственно все. И Таура, и Герой, и команда НИП. Я думаю это начало конца для них. 24 минута, 30 секунда. Сейчас они слились в четвером. Потом они сольются в пятером. Потом друзей позовут и в семером сольются. Ну то есть Тим Тинкер перефармливает очень сильно их на данный момент. И по героям они в принципе более живучие. Более дамажащие. Да и как-то комбо НИПов кажется не очень-то и в принципе слаженной. Да, тут Лина сама по себе хороша. То есть она может выйти в инвизию. Она может кого угодно в соло скорее всего разобрать. Если там правда рефракшн или БКБ не проезжает Темпларка. А так в принципе с каждым может наедине поговорить. И Нигма, и в теории все это Блэк Холл, на который Реквиум оф Солл и Мистик Флеер. От Скайра с магой. Тут даже рассказ тот Лины. Все это в теории конечно великолепно. Но Лина в итоге у нас отщепенец. Лимб гуляет сам по себе. Лимб поодиночке пытается вырубить то одного, то другого, то третьего. Ну и где-то и сам сливается. И в комбе собственно не участвует. Когда какой-то файт, Лимб просто у нас как терминатор стоит и бьет. Что Пайлайдай будут пытаться поймать, как я понимаю. Пайлайдай где-то же у кого-то был гем. У Лиона есть гем, есть Блинк Даггер. Лимба если увидят, сразу я думаю здесь приговорят. Все-таки Акс... Не Акс, а Койква недалеко. Койкве будет двух-трех ударов достаточно, чтобы Лину отправить под фонтан. По золоту. Тим Тинкер. Восемь тысяч выигрывают. По Экспе выигрывают тоже восьмерку Тинкера. Для Джаггера появляется еще и Айов Скади. На первом месте у нас Блэк. Вроде бы где-то там в тройке. Теперь Блэка оставили в покое. Дали возможность поформить. Блэк великолепно с этой задачей справляется. Рассказ пошел в Блэка. Мистик Флэйр под ноги. Развалили. Джаггера очень быстро разобрала команда НИП. Но это, опять же, на это пришлось потратить два важных ульта. Мистик Флэйр и Лагуна Блэйд от Лины. Хорошо для НИПов, что недолго здесь КД данных скиллов. Хотя, в принципе, толку от КД Скайр и Смагу, если у него маны хватает всего лишь на один нормальный раскаст. Хэнскин тоже ходит у нас с Виталити Бустром. Вы сговорились, что ли? Хэнскин, понятно. Хэнскин пойдет у нас в роту Фатос. Куда у нас пойдет Йонсон Фан, непонятно вообще. 1800 у него есть по золоту на руках сейчас. Ему тут БКБ надо, ему надо Даггер. Ему все надо. А он купил себе Виталити Бустер. Я так понимаю, Йонсон Фан думал, что он сам будет боевой единицей. Сюда медальонов Кураж. То есть, вешаешь Малифайз и благодаря собственным Эдалонам идешь и убиваешь одного из героев. По факту, Энигма никого у нас не убивал. 0-4-3 у него счет. Йонсон Фан оказывается просто... Ну, просто переноской для Блэк Холла. Сам по себе, конечно, дэмэджа практически не наносит. Ну и 2200 почти уже на руках у Йонсон Фана. Я бы подумал, конечно, у Даггери, потому что надо какой-то артефакт, который мог бы переломить ход игры. Блэк видит здесь Йонсон Фана, пока не врывается. Сайленс на Блэка. Блэк подмистик флеером. Сайленс и выйдет. За счет манта Стайла. Ну и все, Блэк уходит. Хилинг Вард поставили. Надо разбивать Хилинг Вард. Первым делом Силкида ловят. Забирают Силкида. Забирают здесь Хенд Скина. Дальше за Йонусом Фаном. Флоу. Дальше бежит за Энигмой. Ну и все. Подступили здесь Флоу. Все игроки команды НИП, которые живы отошли на собственный хайграунд. Ну и Тим Тинкер. Неплохой такой марш-бросок. Забрали двоих. Поделили трофея. Отходят на свои позиции. Можно идти по мидлейну и забирать здесь Т1. Можно перемещаться вниз. Т2 точнее. Можно перемещаться вниз. Забирать Т2 там. Йонусом Фан наконец-то решил приобрести Блинк Даггер. 29-ая минута. Великолепный тайминг. Ну что поделать. У него есть Виталити Бустер. Тоже не шуточки. Лина в это время забирает Феникса. Ну здесь через Лагуна Блейд. Так будет нон-стоп. Пока не обезопасит себя команда Тинкер повсеместными вообще вардами. У Блэка 1000 уже после СКАДи. Лимб в инвизии. Нашел жертву или Лимб стал жертвой? Скорее всего Лимб станет жертвой, потому что Блэк его должен разваливать здесь. Отошел Лимб под Смоком здесь Йонусом Фан. Пока что Смок не сваливается. Есть Даггер в принципе у Энигмы. Надо только кого-то найти. На мидлейне есть два героя. Можно их попытаться поймать. Йонусом Фан пока что не подходит. На мидлейн пошли вниз. Хотят подраться игроки команды Нипа. Им нужно подраться. Они проигрывают. Им надо во что бы то ни стало выиграть файт. 7500 Тинкер выигрывает по золоту. По экспе они выигрывают 6000. Нипы бедняги терпят. Ждут своего звездного часа. Устрашающий Эдалон. Что-то вообще не боюсь. Вот смотрю на него. Видел устрашающие вещи. Но чтобы Эдалоны пугали. Вообще не похоже на это. Хотя, опять же, в какой ситуации, в каком состоянии его увидишь. Может где-то реально и передернуть. Хэнскин уже приобретает себе Ставфов Виздард. И совсем чуть-чуть остается для Ротов Атос. На Скайросмаге. Все это хорошо. За исключением того, что команда не проигрывает. И атакующие артефакты. А Ротов Атос я отнес бы именно к артефактам атаки. Все-таки он помогает догонять, раскастовываться. Вряд ли на отходе ты будешь юзать Ротов Атос и бежать. Пока развернешься. Такая ситуация, что я думаю, какие-нибудь Джаггернауты или Леоны быстро тебе расскажут, куда ты можешь с этим Ротов Атосом отправиться. Поэтому удивительно, как проигрывающая команда собирает артефакты для нападения. Ну и Даггернаут отсюда и Нигма. Встретил здесь с Даблу. Пинг Панда и Блэк. Еще не видел Флоу. Недалеко у нас прогуливался Акс. Тоже, наверное, хотел поговорить с Нигмой. В итоге команда отходит на своей позиции. У Акса уже есть Блэк Кинг Бар. Есть Блинк Даггер. Транквилы мы это все видели. И полторы тысячи для Флоу имеется налички. Пайлай Дай. 1800 есть. Мека и Транквил Буци. Пора Пайлай Дайу собираться в Шива Сгвард. Как не видится, у Леона есть Даггер. Есть Ставф Физердри. Готовится выйти в Форс Ставпинг Панда. У Акса видели. И так, у нас Джаггер приседает по ХП. Джаггера поймали на мидлейне. Не жалеет Блэк Холл на Блэка. У нас Юна Сумфан забрали Джаггернаута. Виталити Бустер имеется у Блэка. Есть Даггер. Все, в принципе, было проюзано. Все это, ну, кроме Виталити Бустера, конечно. Боюсь, что до конца игры Юна Сумфан у нас не проюзает Виталити Бустер никоим образом. То есть не вставит его ни в один из артефактов, которые могли бы быть. Роту Фотос появляется для Скайра Смага. 2200 у Энигмы. Пора подумать об каком-то укреплении. Пора... Ну, я не знаю, ну продай ты, Виталити Бустер, купи Огр Клаб. И выходи в Блэк Кинг Бар. Все, нечего думать вообще. От Леона обезопасишься, который сбивает у нас Блэк Холлы вообще без вопросов. И от... И от ничего больше. Короче говоря, от чего-то все равно можно обезопаситься. БКБ лишним не бывает. По фарму на первом месте у нас Койква. У него уже есть Дизоль, у него есть Баттерфляй, есть БКБ, есть Блинк Даггер. Это 19000 для Койквы. И опережает он Сэфа на 4500. Сэфу должно быть стыдно. В принципе, ну я думаю, Эриф вполне так стыдно. 2500 на руках у Эры. Есть Иул, есть Манта Стайл, Блинк Даггер. Ну и в принципе по серьезным артефактам все. Команда ТТ в это время подходит уже к хайкграунду Нипов. Блэк провязал у нас Хилинг Вард. И Нусумфан пытается просто отбрасываться у нас через Миднайт Пульс. Ну как быстро с Джаггернаутом-то поговорили. Подфлоу пошел врыв. Где Requiem of Soul, Блэк? Ой, Эра, точнее Эра начинает у нас ковырять Феникс Сан. Развалили здесь Феникса. Будут ловить еще и Акса. Мистик Флеер под ноги Акса. Эра уже готов. Она встречает Акса. Минус 3 от Нипов. Ничего себе, браточка какая от команды Ниндзи в пижамах. По золоту они заработали здесь 2500. И по XP 5700 для Нипов. Какой-то новогодний подарок от Тим Тинкер. Вот все наши лучшие, только забирайте их. Только там Темпларку себе оставим. Ее вам не отдадим. Остальных всех, пожалуйста, берите. Странно как-то. Пошли и отдали трех важных героев. Конечно, не наиболее важных, но важных тем не менее. И Эра себе Алтимей Тор приобрел уже. Деньги как-то завелись у команды НИП. По золоту где-то к 9 было преимущество команды Тинкер. Теперь порядка шести. Да, нет, даже не шести, а четырех в пользу Тинкеров. По XP... По XP команда НИП уже впереди. С 7500 до 1500 в свою пользу. Вот это я понимаю, подрались НИПы. Йонасом Фана есть Блэк Холл, у него есть Даггер, у него есть 2900 на руках. Пока что ничего себе не приобретает Йонасом Фан. Вот как не повезло у нас Йонасом Фану, что рядом с ним были Эдалоны. Быстренько развалили Энигму, Эдалоны все бьют и бьют. Но здесь уже поконтролить никаких вариантов не было. Акс загрел идеально на себя. Абсолютно всех деток Энигмы. Фактически дети отправили у нас самого Энигму в Тавер. У Эры уже есть Скади, есть ЮУ, Манта Стайл. В принципе Эра нафармил неплохо. Он на четвертом месте по фарму, уступает чуть-чуть совсем Блэку. На втором месте Лимб на Лине. Так сразу как-то и не скажешь. 3600, правда, есть на руках у Лимба. Вот пора уже, я думаю, подумать о Хигсе. Мидеру. Нет, не Мидеру. Не Мидеру, а Мейнкерри команды НИП. Прошу не путать. Лимб у нас в роли Мейнкерри на Лине. На топ-лей не отыгрывал. Все разлетелись кто куда. Развалили в это время у нас Лину. Лину под собственным хайграундом игроки команды Тим Тинкер Койква. Ничего, в принципе, юзать-то и не пришлось. Тут рефракшн, один даггер и все. И Лина. И Лина, бедняжка, терпит. БКБ не проюзанно. Еще 8 секунд у Темпларки БКБ. 23-й левел. Ого-гошеньки. Как же много у СФ-а. 20-й. У Лины 21-й. Темплар Ассасин впереди планеты всей. 21-й есть у Блэка. Все, остальные школьники. Демон Эдж появляется еще для Койква. Я думаю, готовится выйти в МКБ в итоге Койква. Все-таки у СФ-а рано или поздно должен был появиться. Баттерфля здесь Флоу. Агрит на себя Эру. Высфапывает у нас Блэка. Блэк по Миднайт Пульсу бежать. Но здесь никуда не убежишь. У Лимпа есть Аганим. Поэтому все вертелки от Джаггернаута. Лимп у нас вертел самостоятельно. Дальше погоня за Флоу. Сейчас закончится БКБ. Готовится его развалить. Хотя даже и не понадобилась здесь магия. Вот Калины. Без стана обошлись. Юнусом Фан с Блэкхолом, но в Хигсе. Так просто Блэкхол не юзается. Пинг Панда убегать отсюда. Ну Эра просто в спину наваливает. Здесь один Малифейс. В принципе можно забирать. Минус 3 делает команда НИП. По итогам этого файта неплохо так заработали. Я думаю 2500 сейчас по экспириенсу выигрывают НИПы. По голде тоже по-моему где-то тысяча три с половиной должны выигрывать. Точнее до трех с половиной свое отставание должны сократить НИПы. НИПы выходят на Т2 по нижнему лайну. Эра вообще здесь осмелел. У него 2000 на руках есть. У него Скади, ЕУ, Монта Стайл. В принципе демеджа достаточно. Скорость атаки тоже хорошая. Скорость бега нормальная. Статов прилично. У СФ, а 2500 хп в принципе. Можно уже будет подумать в итоге о... Когда отвалится у него Эйджис. Можно подумать будет о покупке Хелмов Доминатора. А потом собственно Сатаника. Крибы подпушили у нас прям под хайграунд. Здесь лимб за всех отдувается. Сильная женщина плачет у окна. Лимб в соло. Отпушивает нижнюю линию. Ну, во-первых, это просто полезно для команды. Во-вторых, это полезно для самого лимба. Потому что денег здесь относительно немало было. Там где-то 500, я думаю, лимб за этот отпуш заработал. Ну, еще одна пачка крипов и все. Еще одна пачечка. Ребята, пожалуйста, еще одна пачечка. А здесь, кстати, всей одной пачечкой ждут у нас лимба. И по-моему, тут тот случай, когда жадность погубила у нас лимба. Флоу толкает. Флоу быстрее к лимбу. Увидели его. Агр на себя от флоу. Лимб уворачивается и быстрее отсюда бежать. Ну, подкоп у нас пошел по линии. Скорее всего, заберут здесь лимба. Да, очень просто все получилось. За одной пачкой крипов пошла у нас Лина. Это один из главнейших героев команды Ниндзи в пижамах. И так бездарно, так бесплатно просто отдаться команде Тинкер. Это, конечно, дорогого для Тинкеров стоит. Фактически в ноль уже вышли по золоту НИПы. И тут на тебе такое несчастье. Линушка умерла. Ну и 5000 по XP НИПы выигрывали. Теперь будут выигрывать чуть-чуть поменьше. У Эры появляется Плейт Мэйл. SF, как я понимаю, будет выходить в Керасу. У Силкида есть Форст Став, есть Геос Септер. И, в принципе, больше ничего, но тоже немало. У Скайра Смага есть Геос Септер. Став оф Визадри готовится выйти у нас в Форст Став в итоге. Ну что, Миднайт Пульс под ноги от Йонаса Мфана. Никто не хочет заходить, только Блэк у нас. Сорви голова. Флоу агрит на себе Йонаса Мфана. Есть Блэк Холл, если что, для Энигмы. И всё, Энигму убьют до Блэк Холла. Силкид высвапывает у нас Энигму. Йонаса Мфан, бежать отсюда. Койква. В Энигму, Энигма разваливается. Байбэк есть у нас у Энигмы. Сразу же у нас файт Энигма. Ну ну же, будет ли Блэк Холл у нас в четверых? Где Энигма? Где Энигма? Что происходит? Вот Энигма, Блэк Холл по Блэку. С другой стороны у нас Йонаса Мфан. Я не очень понимаю. Через Аляску у нас как-то Йонаса Мфан добирался. Хотя пульт-то кратчайший был. Я его всё ждал. Думал, элементарно придёт у нас Энигма после байбэка. Он со спины обходил... Со спины обходил у нас трон. За что и поплатился. В итоге забрали Темплар Ассасин. Хотя вот и Пинг Панда тоже у нас. Отваливается, забирают Гем вместе с Пинг Пандой. Эра байбэкнулся. Байбэкнулся здесь Энигма. По итогам файта драка 3 в 2. Винга не байбэкнулась. Ну как в Винге байбэкаться? В Винге пособие по безработице. Там денег откуда вообще на байбэк? Ну и СФ, конечно же, и, конечно же, Йонасу Мфан на Энигме. По фарму. Давайте посмотрим на наших самых подкачанных ребят. У Джаггера 3 300 на руках. И Баттерфляй уже готов для Блэка. Есть Скади, есть Масков Мэднес, Манта Стайл, Фейс Буцы. Джаггер окреп. У Джаггера все хорошо по артефактам. Темплар Ассасин, как я понимаю, выкупалась. Да, выкупался у нас Койква, поэтому денег у него мало. А было много. Такая вот простая история. Что, СФ заходит у нас на хайграунд команды Тинкет. Бараки падают. Без темпларки 50 секунд. Значит, можно снести и мидлейн еще. Подумать хотя бы об этом. Эру на себя никто не агрит. У Эры 2 600 по золоту. Давайте попробуем мид снести. Почему нет? Готовятся. Готовятся зайти. Есть Мека, есть. Все раскасты у Лимпа. Да, нет, конечно, у нас Блэк Холла от Энигмы. Так немного у нас Блэк Холлов было вообще. Эра в итоге. Заходит на хайграунд. Пошла в него ульта Джаггернаута. Высвапывает Силкит. Силкит, в принципе, выживает через Гео Септер. Ну что, Темплар Ассасин еще 20 секунд не будет. Будет ли здесь драка? Силкит на лоу ХП, но в принципе, живой. Флоу загрел просто воздух у нас. Ну и уходит команда НИП. Все битые. Тинкера дождались появления Темпларки. Не слили трон. Пока мама у нас в магазине ничего не сломали. Не испортили дома. Да, правда, немножко потеряли один из лайнов. Но это такое. Это заживет. Выигрывают НИП по золоту сейчас. Где-то тысячу. По экспириенсу порядка 7 тысяч. Тоже в пользу шведского коллектива. У СФа 3200. Плейтмейл есть. Я думаю, что Эра готовится выйти в Кирасу. Это было бы разумно. Все-таки здесь есть пассивка. Минус 6 дефа. Ну и если будет еще и Кираса. А это дополнительная скорость атаки. Это дополнительный деф для всей тимы. Конечно, это безусловно важный артефакт. Эра не собрал у нас Мекку. Потому что Мекку собирала Энигма. Но СФ решил так отблагодарить свою команду за то, что они принимали участие в его росте здесь на карте. У Энигмы появляется Роту Фатос. Отличное приобретение для Энигмы. Блэк в Соло решил зайти на Рошана. Но ведь знают об этом Нипы. Знают же? Нет, Нипы ничего вообще об этом не знают. Только дым от Рошана идет и Нипы не подозревают. А Блэк уже допиливает Рошана. И Роха падает. Ну надо врываться, надо что-то делать. Падает Рошан. Чекает силки. Высвапывают Блэка. А Эгис забирает Койпа. Блэка здесь в итоге не забирают. Хотя Блэк опять же у нас сыром был. И Блэк венусом фана. Взлетает. Ветра здесь СФ. СФ на фулл ХВ. Развалили в итоге здесь Блэка. Блэк под Мистик Флеером просто рассыпался. Койпа дальше с Дринусом фаном. Энигма Блэк Холл вкастовал. Поэтому может смело умирать. Уже минус 4. Даблкил для Хендскина. Даблкил для Лимпа. И Койпу будут разваливать. Неужели это будет Тим Вайп? Да подожгите вы Койпу. Самое время. Пока что 4 в 1 дерутся. Эра готов у нас поднимать. Койпу нет. Койпу в итоге не убили. СФ не увидел. Лину в итоге 4 в 1 подрались. Вот это я понимаю. Нипы одумались. 2 200 они выиграли. По золоту и 8 600 по экспириенсу. Ну 50 минута скоро у нас. Тут уже серьезные ставки. Ол-ин идет команда Нип. Поэтому у них нет вообще вариантов здесь на ошибку. Либо драться стиснув зубы и что-то в кулаке. Либо вообще не драться. Писать ГГ и начинать следующую игру. На тебе 3 500 в курьере. Как вам такие курьеры? Что здесь 3 500 вообще могло стоить? Это для Койквы Демон Эдж. Так был же уже. А, это тот самый Демон Эдж. Тот самый, который Койква выложил, потому что купил себе ничего. Потому что в слот положил просто... Айджис у нас Темплар Ассасин. Так и Нипы могут задавить здесь тинкеров. 2 500 они уже выигрывают. По золоту, по экспириенсу 10 с копейками. Тинкер, тинкер. Так все надеялись. Такой состав. Набрали себе Блэков. Кого там? Пайлайдаев. Серьезных ребятишек вообще. В полную команду. Весь двор вообще из соседнего еще взяли. Двоих ребят старше возрастом. Думали наказать Нипов. А Нипы нормально отковырялись. Затянули игру. В итоге СФ становится грознейшим оружием. У СФ все тут в концепции. Только мягкие тона. Светло-голубой, зеленый и серый. Нормально. Переключил бы ПТ еще на интеллект. Вообще было бы идеально. Просто световая гамма была бы соблюдена великолепно. Две стоны на руках у Эры. Эре осталось совсем... Я даже не знаю, что Эре осталось. Я так подумал, совсем чуть-чуть осталось до какого артефакта. Эра пока ничего не приобретала касательно... Вампирика. В принципе, есть вариант подумать о сборе сатаника. Надо хотя бы доминатор приобрести. Но для этого надо избавляться, например, от Яула. СФ у нас уже шестислотовый. И обычно на таких закупах игра заканчивается. Но здесь тоже, ребята, не пальцем деланы. Темплар Ассасин уже всего предостаточно. Сейчас Демонейдж превратится, я думаю, в МКБ. На будущее, чтобы СФ даже желания не было бабочку собирать. Ну и тогда Тим Тинкер будут готовы драться немного серьезней. 30-30 счет. По золоту НИПы. Выигрывают 6000. По экспириенсу 14. Но что Тинкерам надо вообще? То, что команде непонятно, надо это понятно. Им надо, чтобы в Блэк Холле стояло 5 человек команды Тим Тинкер. Ну, по-моему, ситуация со стороны Тинкеров примерно такая же. Там на Берсеркер Колл Акса должны отреагировать сразу 5 игроков команды Ниндзи в пижамах. Так, кстати, Койква здесь может умереть. Койква старается сделать даггер аут. Скорее всего, здесь заберут. Койква поднимает его в воздух. Лимп ловит Хиакс. Пинг Панду должны забирать. Мистик Флэйр под ноги у нас с Леону. Леон развалился. Лимп с Лагуна Блейдом. Ждет, в кого бы влепить его. Лепит в итоге Вакса. Акс на лоу ХП. Блэк на Лимпай. И что? Теряет Вижен Блэк. Ульта в итоге в никуда. Уходит Койква отсюда. На середине ХП развалили Блэка. Минус 3 делает команда НИП. Да, тут при смерти вообще силки. Можно, в принципе, и отхилиться. Блэк выкупается. Быстрее, быстрее, быстрее файт. Или что-то дефать. Блэк просто так выкупился. Нервы вообще не к черту у нас у данного игрока. Ну, 33-30 проигрывает его команда. Они выигрывали 10 тысяч по золоту. Теперь проигрывают 6. И по ХП 14. А выигрывали сами 8. Куда там 14? 16 тысяч не выигрывают по Экспириенсу. А по золоту 8 с копейками. МКБ наконец-то для Темплар Ассасин. Правда, против кого непонятно. С другой стороны, Темпларка и так бьет сильно. А какой это будет артефакт? Будут это криты? Или будет это Манки Кинг Бар? Или просто это будет 2 Дэмон Эйджи? Абсолютно фиолетово. Лимб ходит по лесу, ищет джетву. Олимпа 300 на руках. Есть Шивас Гвард. Хекса так и нет до сих пор для Лины. У ССФа 2900, 3600 даже на руках у ССФа. Есть Бутсов Спид вместо ПТ. Ну и в принципе по-прежнему стоит остро вопрос. Отхила для ССФа. И БКБ не Туэры. Это тоже очень важно, потому что здесь цель Леону ясна. Фингерф Дэс знает, в кого впихивать здесь. Пинг Панда великолепно. Поэтому. Ну я бы подумал, конечно, о том, чтобы обезопасить ССФу. С другой стороны, 3900 тратить в никуда, если можно дамагой задавить. Тоже стоит об этом подумать. Мне почему-то кажется, что для Эры сейчас придет время приобретать какой-то артефакт в Курьера. То есть привязать Куру, например, к самому себе и СФу собрать Блэк Кинг Бар. Провязать Манта Стайл, выложить его в Курьера, потом провязать Блэк Кинг Бар и пойти с иллюзиями наваливать по Баракам, по Крепам, да по всему на свете. Ну это мои догадки. В принципе, Эра мог бы так поступить. С другой стороны, есть еще что продавать. Например, Юл, наверное, не самый важный артефакт на данный момент. Эра просто шагает по лесу. Ничего, пока СФ не приобретает. 4500 есть у него на руках. У Кэн скина 2500 на руках после всех артефактов, которые мы видели. Которые меня немножко ужаснули. Откуда вообще у Скаррисмага могут быть вещи? У Энигмы Игл Сонг появляется. И это Этериал для Йонаса Мфана. Прилетает в Курье Регио Септер. 2400 после Этериала для Энигмы. Короче говоря, почти 19000 у нас у Энигмы на 54-й минуте. Отличный показатель. 440 ГПМ. По-моему, это очень даже хорошо. У Эры 624. Эра всех опередила. И Койква здесь в роли догоняющих. Хотя, опять же, по золоту, посмотрите, разница небольшая. Просто, что Эра там выкупался. А, точнее, Койква. А Эра, в общем-то, бодрячком. Без всяких байбеков, без всяких психов. Там по минимуму. Один раз, по-моему, байбекнул Сонас Эра. А так, в принципе, СФ нормально в таверне все пережидал. 5400 на руках у Эры. У Акса 3900, кстати, уже есть все необходимое для файта. БКБ, Блинк Даггер и Форст Став. Хотя, не помешало бы Блэйд Мейл, наверное, собрать флоу. Все-таки на него все агрятся. МКБ появляется для Шадоу Финда. Продает у нас Эра. Юл. Ну и почти Эра не потратился. 1600 остается. Добавь Бека надо еще 730. Нет, Эра у нас прилично потратился. Да, МКБ тоже не дешевый артефакт. То есть 5400 на дороге не валяется. Поэтому, конечно, я погорячился. Погорячился. Вообще не смешно, СФ. Как ты ходить теперь будешь? Эра теперь будет перемещаться просто благодаря Даггеру. Файт будет заходить не своими ногами, а... С Даггером. Ну и Бутсов с Тревел. Курьер носит у нас неподалеку от Эры. Но это, опять же, до первого врыва от команды Тинкер. У Эры. Вот оно, недостаток слотов. На 57-й минуте действительно оно играет свою роль. У СФ всего 6 слотов и больше просто-напросто не будет. Поэтому, если что, юзай что-то, выкладывай в Курьера и иди дальше к Гноби. Тауэру. 4 удара. СФ забирает Т3 по мидлейну. Барракет тоже у нас падает. Просто иллюзия оставляет здесь Эра. Ждет, когда же ворвется команда Тинкер. Эра уже готов навалять по Блэку. Блэка поймали Лайтстрайкера и в него Блэк рассыпается. Зачем ты подошел туда? Непонятно. На флоу. На лоу ХП. Йонасом Фан. Блэк Холл не юзал, но это вопрос времени. 103 секунды не будет Джаггернаута. Кто будет бить, непонятно. Койква красавчик, конечно, но... Койква здесь закатят как захотят. Йонасом Фан. Давай же Блэк Холл по троим. Йонасом Фан. Ёжи моё, а? Койква. На лоу ХП Койква отправляется в Товер. Но это ГГ. Команда Тинкер не выдерживает. Странно как-то. Терпели, не потерпели. И дотерпелись. В итоге команда НИП выигрывает первую катку. Это формат Best of 3. Сетка лузеров. Кто проиграл, тот вылетает. Тинкер проиграли в первой катке. Но мы ждём вторую встречу. Посмотрим, ответят ли чем-то Тинкера. Или поплывут также по пути наименьшего сопротивления к чёртовой бабушке из данного турнира. Всё, ждём. Пока не переключаемся. Напомню, у микрофона друг. Это студия Игрокам ТВ. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Ну и заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на неё. Там все дальнейшие прогнозы, анонсы. Всё, всё, всё. Что касается наших дальнейших стримов. Услышимся через 2-3 минуты. Продолжение следует...